Доверенные лица кандидатов в президенты Владимира Путина встретились в Сыктывкаре с лидерами молодежных организаций региона. Они рассказали об инициативах, озвученных на встрече с Владимиром Путиным в Москве. Напомним, от нашей республики доверенными лицами кандидатов в президенты выступают заместители председателя общественной палаты Коми Галина Лапшина и Геннадий Левицкий, а также заместитель директора по воспитательной работе кадетской школы имени Героя России Владимира Носова села Коровий Ручей Алексей Тиранов. Накануне встречи с Владимиром Путиным доверенные лица работали на тематических площадках, обсуждали предложения в программу кандидатов в президенты по всем направлениям жизни страны. Как отметил Геннадий Левицкий, на площадке журналистика говорили о необходимости информационного суверенитета России, создание собственного видеохостинга альтернативы Ютуба и Википедии, редакционная политика которых не отвечает интересам развития страны, а зачастую и вредит России. На другой площадке предложили принять программу «Земский работник культуры», чтобы привлечь молодежь в село и способствовать появлению современных сельских домов культуры. Группа, в которой я работала, это НКО. НКО – это и социально ориентированные, и не социально ориентированные. Абсолютно везде и всюду говорили о поддержке НКО, говорили о необходимости больше информировать, больше говорить о человеке труда, больше говорить о людях, о самих. По земскому работникам абсолютно во всех направлениях звучало это и в образовании, это и в здравоохранении, это и в культуре. Доверенные лица от КОМИ предложили ввести льготы при поступлении в УЗО силовых структур и вооруженных сил России выпускникам кадетских школ, как дополнительный стимул при выборе профессии. Галина Лапшина рассказала о поддержке семейных ценностей. Многие эксперты из других регионов положительно оценили опыт нашей республики в части поддержки семей и молодых мам. В сфере образования доверенные лица Путина предлагают взять государству под контроль вопросы охраны образовательных учреждений. Еще одна инициатива – вернуть в школы медработников и обучить педагогов оказывать первую медицинскую помощь. Эти и многие другие предложения от избирателей были представлены Владимиру Путину на встрече. Большинство из них нашло одобрение у кандидата. Поддержал он и продолжение реализации в России национальных проектов. Они показали свою эффективность в повышении качества жизни людей, а еще подчеркнул необходимость укрепления суверенитета. «Мы проходим очень сложный, очень важный этап в развитии нашей страны, в укреплении ее независимости, суверенитета, самостоятельности, причем по всем векторам, по всем направлениям. Это касается экономики, технологии, здравоохранения, социальной сферы в самом широком смысле этого слова, повышения ее уровня обороноспособности, безопасности и положения на международной арене. И в целом все поставленные задачи, ну не все, но подавляющее большинство задач, которые мы перед собой формулируем как основные, решаются. В том числе и благодаря вашей поддержке. И тем коллективам, тем людям, тем стратам, если можно так сказать, которые за вами стоят». Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта этого года. На сегодняшний день зарегистрировано 4 кандидата. Владислав Дованков от партии «Новые люди», Леонид Слуцкий от ЛДПР, Николай Харитонов от КПРФ и Владимир Путин зарегистрирован как самовыдвиженец. В адрес еще двух самовыдвиженцев Рады Русских и Анатолия Баташева Центризбирком направил извещение о выявленных недостатках. Они не предоставили вместе с подписями документ, подтверждающий оплату подписных листов, протокол по итогам сбора подписей и список людей, которые их собирали. Сегодня появилась информация, что в подписях, собранных политиком Борисом Надеждиным, а также Сергеем Маленковичем, Центризбирком выявил около 15% брака. Для регистрации кандидатов брак не должен превышать 5%. Окончательное решение будет принято 7 февраля. Ожидается, что тогда же будет известен окончательный список кандидатов.